так друзья здравствуйте вчера я снял первую серию говорили о вещах интересных глобальных чтобы вот это было в каждом саду вот вот они видите это ждет своих покупателей чтобы угощать их на деревьях ничего не осталось сильно жаркое лето просто жаркое лето и невероятно жаркая осень и мы повернулись в сторону что они пришли ли новые времена новые ребята надо их немножко упреждать как а вот так только намекнул первой серии сейчас скажу всерьез представим себе просыпается утром 100 миллионов это самое малое потому что сюда еще попадают наверное половозрелых людей столько уже у нас есть и еще есть вот это горькое слово еще есть 100 миллионов и выясняется что у каждого почта в ящике лежит заказное письмо вот цены этим письмам нет потому что в некоторых письмах сразу документы на миллионы рублей в некоторых убытки на миллионы людей рублей на люди чего этого не знают это я вас интригую и так открывается заказное письмо это не так просто это такая вещь вот и только квитанция письмо вас ждет на почте не дай бог не потерялась еще раз говорю в некоторых там миллионы рублей в виде документа государственная регистрация на один га земли и такое получают каждый вот хорошо если это будет сделано неожиданно особенно неожиданно для всякой сволочи для бюрократов всевозможных рангов для хапук для приближенных как администрации где составляется эти самые на бумаге планы с размерами участков вот размер эти прикреплены естественно не просто на не на бумаге они прикреплены местности конкретно где-то их пересекают ручьи где-то небольшие росицы вот где-то это рядом с городом и вот чудо рядом проходит линия электропередач а где-то даже недалеко газораспределительная станция где-то даже у чудо водопровод может проходить вот а где-то это все далеко а значит цена земли гораздо меньше но так как угодить всем невозможно главное это секретность государственная задача сделать так чтобы лакомые куски не были сразу тем кого и так денег девать некуда были им принадлежали и так слепой случай и так лотерея где ваш кусок девать гектар вы не знаете вот пока не проспешите что получили конверт открыли и увидели государство регистрация на землю государственно вот но там это все-таки определенный срок там два срока первые два года 2 бессрочная начале два года походили вы посмотрели а это чемодан без ручки и тут вам земля даром не нужна продуваемые местами вот значит инженерных сетей нет ничего нет не повезло такое тоже может быть но видел я такие участки давали немногим например трое больше детей давали видимо всем подряд это возле абакана я буду долго нужно говорить расчертили участки и вот смотришь явно что из десяти участков которые были ну так взять десять участков только в центре вот это вот на голом месте вдруг огорожено и дом стоит такая тяга была к земле и дом стоит и сад посажен детская площадка есть значит даже такую землю кто-то возьмет а главное в этом что привлекать должно будущее этого участка даже которые подальше от электричества и подальше от этого самого от шоссейной дороги подчеркиваю шоссейной главная здесь перспектива это тебе будут столько льгот давать все такое построить дом огородить его что такое трубы что такое насосы что такое это самое подведение газопровода это все работа работа для всей страны потому что переезд на землю это не просто будущее россии это спасение россии вот это спасение берем нескольким аспектом первое жрем то чего жрать нельзя а еды у нас стране нет об этом знает все это что мы жрем она еще и каждый год дорожает как это сбить а как мы это вы понимаете что сейчас даром так уже не пройдет когда нам давали просто по голой степи и землю распахивали горы садите картошку потому что у нас была очень маленький зарплат а от нас уже какая-то забота была а в другом месте давали дальше участки довольно красивых местах и там росло все что можно голову сбредет я знал участок это сибирь но есть микрозоны я знал участок где растет грецкий орех у меня до сих пор его нет и уже не будет потому что вымерзает зараза а там лучше чем тут вот там из лучи на инисея не замерзающего вот я знал участок где растет шелковица я знал участок где растет где растет где растет так фундук да настоящий не этот не личина не дикая форма еще я знал участок где растет и из редкости черешня растет вспомним модно покойного царства небесного и все это без особых усилий но таких участков мало но их можно сделать высокий забор а ты хочешь строиться огораживаться начнем огораживаться запада у нас всегда запада ветра в сибири а в другом месте севера не дай бога с юга еще ладно вот он трехметровый забор вот это двуногие сволочи двуногие животных вот и от этого от ветра и вот уже за этим высоким забором растут полтовые деревья вот потом надо чтобы нектар это у ее сколько сил тратится чтобы его обиходить до лучей не начинать вы представляете вы откройте любой учебник все перепахать надо вскопать перехопать задать перегнуть задать эти самые фосфором добавили калиния натриевая калевая все это а зачем уже другой вопрос она может так казаться что ничего этого не надо но люди этого не знают и тогда получается вообще пахать не надо ну косить придется особенно если хорошая земля трава будет по пояс вот есть такая песня на дальней станции сайду трава по пояс и вот косить эти трава ставьте на месте ничего не надо делать чтобы сапрос и вот уже себя обеспечили дети и ваших обеспечили не отравленными фруктами а трава травостое это еще не только это кое-какую скотинку можно заводить самому я инженер на заводе и от скуки это делал у меня было два бычка я косил траву это простой косой литовкой вот успевал это моего соседа была добрая сотня это самых кроликов как вот такая вот у меня было 15 кур вот правда их коршуны таскали мне все некогда было их защитить потом пожалелся связался но для этого надо просто иметь как говорится инфраструктуру например специальный сарай для них вот для выгула вместо защищенный от коршуна все это можно все это легко вот самое главное дойдет до постройки дома и на ваш дом будет вся индустрия россии направлено льготы будут все будет наконец опустеет эти вонючие города вот я правда давно это было но говорят ничего не изменилось 15 назад и последний раз на своей машине уехал красноярск это было 6 утра сизый дым густой из этого дыма улиц не было видно но это был не это не туман это был настоящий промышленный дым и люди в этом дыме жили и живут а здоровье откуда это же канцерогены вы что не знали а а кто людям объяснил если бы с утра до вечера долбили это просто когда проснулся а у тебя гектар и тебе говорят вот вам страшная статистика я эту статистику сейчас не знаю сколько у нас болеют а онкологии а может скрывают а почему я знаю что вот тут это анечка заболел онкогольный иван заболел как а это самое онкология и тут письмо прислал онкология оттуда да что же это такое а ведь это смерть или мучительная жизнь весь выбор куда надо за город надо за город а дети болеют все подряд все подряд все дети больные у детей которые только в школу пошли зубы сыпятся уже не молочные зубы временные а те самые они уже с детства без зубы становятся и все это вы знаете прекрасно вырастить себе грядку овощей грядка с морковкой грядка со свеклой с луком чесноком перцем можно баклажаны можно мне ничего не стоило мне инженеру кроме того что я хвастался что даже бычков завел а это я ведь еще все овощи садил картошку это нормально все свое не было никаких у меня этих самых даже удобрений не было не то что я до химикатов даже удобрений что сейчас это трудно ведь кругом же целик как-то мы с другом земли не хватало мы начали сад садить сад начал вытеснять огород прям посреди тайги нашли по этот участок ну сотки соток пять вот попросили тракториста загнали его туда трактор распахал эти пять соток вот он селик еще даже не это еще не дёрн еще даже не перепрел толком посадили картошку отличный урожай и второй урожай был отличный а потом только на третий год смотрю мельчать начал тут уж скорее всего не хватало уже органики для этого для производства картошки вот прекрасно а представьте себе целик ну миллионов людей целик вот оно нам надо пусть это было лет пять назад но сибирь привезли картошку многие этого не знают почему пошел и купил люди не знали что картошку привезли из израиля и египта у нас что рук совсем не стало из израиля и египта привезли картошку в сибирь ее даже когда сам 5 уже уже можно накормить семью а уже сам 10 это считайте что это каждая картофелинка себя оправдала купила а сколько уже у нас этих я помню замяткина который у меня же есть фильм и специально ведь снял вот как он просто под этим самым под травой под это как картошку раскладывал получал прекрасный урожай даже даже копать не надо прикрыл травой вот его вот тебе и урожай что мы об этом знаем и вот сидит человек с этим гектаром и дети его здоровые вот нужно расшифровать перейти мысль вот это не нужно ее обосновать что да у меня в саду я вот с вами много фильмов когда успеваете в лекарственных видели каждый день 2 3 4 5 фильмов появляется да вы такой трудяга нихрена не делаю клянусь богом уже 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 маясь от безделия уже не знаю что это самое уже зарядку делаю и на речку пойду там посижу вот это самое что еще мне в 73 года делать но не ну уже от безделия измучился а мне говорят вы такой трудяга я был трудягой потому что майлс также как все занимался ерундой всяком саду где даже была каторга давайте сейчас немножко это хоть вот фильм вот закончится полезного еще ничего не сказал итак начнем с самого простого вот он участок да ну понятно инженерной сети ну понятно что это что где-то придется там как дизель электростанцию заводить собственную чтобы был свет в доме это вот потому что разбежали сейчас тут поселок появляется на голом месте и тут же правительство новое правительство уже которая вам землю то вдруг отдалой подарила и навязала уж она должна побеспокоиться чтобы не мусили с дизель подстанциями вот сделали под станцию настоящую вот понижающую и вот пожалуйста вот уже не ваша забота вот уже столбы стоят вот уже электрики провода тянут и вас то не касается это забота государства вас и вот и вот когда хоть какой-то труд то вложить придется это потом вы будете как я маяться это чем безделием вот хотя мужик всегда себе работу найдет очень много то что называется рукоделие ой сколько всего я я помню работая на заводе каждую свободную минуту вязал сеть я не мог не вязать сети я не мог не вязать сеть я включал телевизор смотрел новости смотрел это руки работали непрерывно по несколько часов каждый день вот и это есть такое дело и работа кто-то завел курочек тоже всегда найдется яичко собирать за ними самое приятное дело я это с детства знаю вот ну почти никаких советов полезных я тут дать не успел я пытаюсь обосновать саму идею наверное этот фильм надо назвать так если у человека нет своей земли собственности у него нет родины вот ему нечего защищать нечего вот и попробуйте когда он это об этом землю возьмет и как бы ее хорошенько хорошенько обустроить попробуйте у нее ее отнять неважно китайцы придут они вот учите китайский это я говорю да если ничего не изменится учите китайский самим поздно детей внука учите китайский потеряем мы сибирь если землю не раздадим повторяю у тех которых собственности нет земли нет родины ну что ждем следующую серию надо теперь обучить обустраивать я буду меня учителем назвали и поздравили с учителем учителем я буду говорить со своей колокольни все не знаю все не умею но что умею всю душу выложу перед вами вот это была серия номер два нет земли нет родины